Всем привет! Сегодня мы поговорим о Маргарите Симоньян. Маргарита Симоновна родилась 6 апреля 1980 года в Краснодаре. Ее отец занимался ремонтом холодильного оборудования, а мать торговала цветами на рынке. Через год в семье появилась еще одна девочка, младшая сестра Алиса. Алиса Симоньян стала специалистом в области пиара. Сейчас она занимается пиар-сопровождением крупных федеральных проектов. В своих интервью Маргарита не раз упоминает о том, что семья жила крайне бедной и девочка с детства мечтала выбиться в люди. Делала для этого все возможное. Маленькая Марго рано научилась читать, потом ее отдали в школу с углубленным изучением иностранных языков. Девочка отлично училась и как результат в девятом классе ее отправили в США на стажировку. За границей она прожила ровно год. Но, как признается сама Симоньян, желание остаться там навсегда у нее не возникло. Вернувшись, она окончила школу с золотой медалью. Потом поступила на заочное отделение Кубанского государственного университета факультет журналистики. Параллельно в 19 лет она окончила школу театрального мастерства в Москве под руководством Владимира Познера. За год до этого Симоньян издала собственный сборник стихов. И вот спустя год к ней в дом пришли журналисты с местного канала «Краснодар». Они хотели сделать репортаж о талантливые землячки. В разговоре выяснилось, что Маргарита учится на журналистском факультете и в будущем станет их коллегой. Слово за слово и девушке предложили проходить стажировку на этом канале. Проработав на Краснодаре несколько месяцев, Симоньян отправилась в командировку в Чечню. Никто не ожидал, что в этой маленькой и хрупкой девушке столько силы. После привезенных ею сюжетов о ходе боевых действий, Маргарита была удостоена ряда государственных наград и ордена дружбы. А спустя год, в 20-летнем возрасте Симоньян становится главным редактором телеканала «Краснодар». А еще через год корреспондентом Всероссийской государственной телевизионной и радиовещательной компании в Ростове-на-Дону. Тут она продолжила свою карьеру в качестве военного журналиста. Она отправилась освещать военный конфликт в Абхазии. В 2002 году Маргариту Симоньян приглашают в качестве корреспондента в программу «Вести». Многие помнят сюжеты Маргариты Симоньян о трагедии в Беслане в сентябре 2004 года. В 2005 году создается первый российский телевизионный канал на английском языке, который освещает позицию России по различным мировым новостям и событиям. Канал называют «Russia Today», а главным редактором назначают Маргариту Симоновну. В 2013 году на канале НТВ стартует политическое шоу «Железные леди», где ведущими становятся Маргарита Симоньян и Тина Кандилаки. По неизвестным причинам оно просуществовало недолго и закрылось в конце этого же года. В это время Симоньян становится главным редактором Международного информационного агентства «Россия сегодня». В 2014 году она становится главредом информационного агентства «Спутник» Маргарита Симоньян никогда не скрывала того, что она полностью поддерживает политику нашего президента. Так, в 2018 году она стала доверенным лицом Владимира Путина во время его предвыборной кампании. О личной жизни Маргариты Симоньян не говорил, пожалуй, только ленивой. В 2012 году в одном из интервью девушка рассказала о том, что уже шесть лет живет гражданским браком с журналистом, а ныне главой дирекции мультимедийных центров Международного агентства «Спутник» Андреем Благодаренко. Приблизительно в это же время она начинает общаться с режиссером Тиграном Киосаяном, который на тот момент был женат на актрисе Алене Хмельницкой. Общение началось по инициативе режиссера. Однажды он написал слова поддержки Маргарите в Facebook. Завязалась переписка, потом они встретились. Ну а дальше начался роман. В 2014 году Тигран Киосаян официально развелся с супругой. Но росписи с Маргаритой так и не было. Дело в том, что Симоньян всегда выступала против официального брака и штампа в паспорте. Это не помешало паре родить троих замечательных детей. В августе 2013 года на свет появилась старшая дочь Марьяна. В сентябре 2014 года – сын Баграт. А в октябре 2019 года – младшая дочь Маро. По словам Симоньян, залогом хорошего воспитания является дисциплина. У ее детей день расписан буквально по минутам. Они знают пять языков. Ну а сегодня у Маргариты Симоньян и всей ее большой семьи праздник. Не забудьте поздравить. А если вам интересно, кого мы собираемся поздравлять завтра, подписывайтесь на наш канал и не забывайте оставлять свои комментарии.